Здравствуйте, мои дорогие! Всех приветствую на своих каналах! Продолжаем работу с текстами древних рукописей. Сегодня это будет вновь богодуховенный сборник, который называется «Альфа и Омега». 1645 год издания. Типография королевского величества Станислава Августа. Короля польского или князя литовского. Я думаю, что это вполне достоверный источник, поскольку люди такого ранга, как правило, опираются на подлинные тексты. Поэтому, скорее всего, мы сможем ответить на очень многие вопросы, которые перед нами стоят, поскольку существуют несостыковочки в текстах или достаточно такие своеобразные цитаты, которые необходимо объяснить, разъяснить. И сегодня я хочу с вами поговорить о теме сотворения мира и о предвечном рождении сына. Тема достаточно щепетильная. Если мы обратимся к богодуховенным текстам, то тексты несут разную информацию. В текстах Ветхого Завета и в текстах Корана. Бог, сотворивший мир, обозначен как Бог-творец. И все те люди, которые читали тексты бытия, прекрасно понимают, что, конечно же, это Господь Бог Вседержитель. Если мы обратимся к текстам Нового Завета, то сам Иисус Христос говорит о Боге Отце, о Создателе неба и земли. Но есть у нас еще цитаты. Это цитаты апостола Павла и цитаты из Святого Благовествования от Иоанна, которые миссию сотворения мира соотносят с Сыном Божьим, с Иисусом Христом. И поэтому мне бы хотелось сегодня решить вот эти разногласия, прийти к какому-то пониманию в данном направлении. И начать я хочу с тех цитат, которые говорят о Сыне. Начну я со Святого Благовествования от Иоанна. Многим известны эти строчки. В начале было слово, и слово было у Бога. И слово было Бог. Оно было вначале у Бога, все через него начало быть. И без него ничто не начало быть. Что начало быть в нем, была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть. И мир его не познал, пришел к своим, и свои его не приняли. Вы знаете, все три текста, в принципе, нам рассказывают о том, что Господь Бог Вседержитель пребывал на земле. Он вывел народ Израиля из египетского рабства. Он пребывал достаточно длительное время вместе с ними в пустыне. Это время обозначено как 40 лет. Он начертал собственной рукой заповеди на каменных скрижалях. Он огласил их с горы Харивы. И несмотря на то, что он общался с людьми, он, тем не менее, не был принятыми. Пока Моисей находился на горе и общался с Богом, они делали своего золотого идола, тельца, несмотря на то, что рядом с ними находился живой Бог. То есть о Господе Боге Вседержителе мы можем сказать, что в мире он был, и мир через него начал быть. И мир его не познал. Он пришел к своим, и свои его не приняли. То же самое мы можем сказать о Сыне Божьем. Но вот относится ли строчка, и мир с него начал быть, к Иисусу Христу мы должны разобраться. Вот 14 стих вносит конкретику в эти тексты, поскольку здесь четко обозначено, что Иоанн говорит однозначно о Сыне. И Слово стало плотью, и обитало с нами, полная благодать и истина. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Итак, по мнению Иоанна, сотворение мира произошло посредством Слова Сына Божьего. И Он сам был этим Словом. И это Слово было Слово Бог. Давайте еще прочитаем те тексты, которые носят подобную тематику. Это у нас тексты апостола Павла, послания к евреям, глава номер 1, стих 1 и 2. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Вот на основании этих цитат многие христиане считают, что мир сотворен не Господом Богом Вседержителем, не Богом Творцом, а Сыном Божьим. Поэтому мне бы хотелось обратиться сейчас к текстам рукописей и ответить на этот вопрос. Итак, внимательно смотрим на текст, и уже в первой строчке находим ответ на вопрос. «Я Господь, творящий всего», то есть «Я творец всего», «Славы моей иному не дам». «Я есть во веки», то есть «Я вечный». «Десница моя утвердила небо, и рука моя основала землю». «Не отец ли единый всем вам есть?» «Той премудрости водитель есть, и премудрым правитель. В руке его мы и словеса наши, и всякая премудрость, и дела, и художество». Итак, всегда было и будет в приоритете Слово Божие, поскольку оно изначально. Есть ещё тут замечательные строчки. «Будет имя Господне, благословенно вовеки прежде солнца, пребывает имя Его». И вот ещё одна строчка. «Вовеки Господне Слово Твое пребывает на небесах». Так что если Слово вечное, если оно пребывает вовеки, то никто не сможет никогда заменить это Слово, поскольку оно изначально. И все наши слова, и вся наша премудрость, все наши дела даны нам свыше. То же самое мы можем сказать о Сыне Божьем. И Он сам говорит о том, что моё учение не моё, но пославшего меня. Те слова, которые я говорю, Отец мне говорил, а я вам передаю информацию. Так что, мои дорогие, конечно же, именно Словом Господа Бога Вседержителя была сотворена Вселенная. И Иисус Христос не имел к этому никакого отношения. Вы должны это понимать. Ну и сейчас мне бы хотелось ещё поговорить о предвечном рождении Сына. Очень много споров на этот счёт. И Иисус сам говорит, что я появился раньше вас. Понятно, что на информационном уровне всегда мы появляемся раньше, поскольку сначала возникает мысль, а затем уже реализуется план. И понятно, что спаситель был запланирован изначально. И этим спасителем должен был быть Сын Божий, поскольку он будет решать дела человечества. И уже начал это делать. Но когда он появился? Вместе с отцом? Или всё-таки немножко позднее? Сейчас я вам прочитаю те цитаты, которые нам предложены текстами рукописей. Это у нас слова из псалмов. Из псалмов Давида. Вот здесь вот зашифровано имя Давида. «Господь речёт мне, сын мой, есть ты. Я днём родил тебя». Вот эта цитата говорит о том, что сын появился несколько позднее, и отец его родил. Конечно, не очеловечивайте эту фразу, вы должны понимать, что здесь обозначено время рождения, которое указывает на более позднее появление сына. Ещё посмотрите на одну цитату. Это тоже цитата из псалмов. «Речёт Господь Господу моему, сиди одеснуй меня, покуда не положу врагов твоих под ножью ног твоих». То есть всеми процессами в мире управляет Господь Бог Вседержитель. и сам сын подчиняется ему. Вот эти строчки, они, в принципе, заставят вас посмотреть несколько по-иному на понятие «Пресвятая Троица» и на неравноценность ипостаси. Итак, читаем тексты дальше. Итак, мои дорогие, мы подошли к той части рукописи, где тема о предвечном рождении сына дана достаточно деликатно, но открыто. Давайте прочитаем эти строчки. Иные множищие свидетельства царствующего пророка, оно речь идёт о Дамиде, и прочих пророков, обратите внимание на эту фразу, не к мщению ради, а ради разъяснения истины. Вникая к Новому Завету приступим. Иоанн Евангелист о предвечном рождении Сына Божьего речёт, где он увидел эти строчки. Вначале было Слово, и Слово было у Бога. И Бог было Слово. И вот смотрите, как автор этих текстов отвечает на ту уловку, которую привёл нас Иоанн. Да? Слово было у Бога, но нужно понять, у какого. Потому что вот эти строчки принесли затмение в разум людей. люди начали думать, что вот это Слово, которое создало мир, является Словом Сына Божьего. Никоим образом, мои дорогие, смотрим на тексты. Исконно у Бога, отвечает автор. А дальше даёт конкретику. У какого? Всё, тьма, быша. Без него ничего не могло быть. Ежа быть. То есть всё раньше было тьмой. И без него, без Бога, ничего бы не смогло произойти. Но речь идёт о Боге, который управлял тьмой. То есть автоматически он автора отводит куда? К текстам бытия. С чего всё начиналось? С того, что была побеждена тьма. Кем она побеждалась? Ну, конечно же, Господом Богом Вседержителем. Поэтому, мои дорогие, всё, что нам дано в текстах, мы должны анализировать. Если мы и можем рассуждать о том, что через Сына Бог сотворил веки, то вот эту фразу мы можем рассматривать с точки зрения нашего будущего, как проекцию будущего, поскольку именно Христу предстоит перевести нас на новый уровень бытия. И это доказывают тексты. И если он действительно будет сотворцом этих будущих веков, то однозначно мы можем принять эту цитату. Я хочу подчеркнуть сотворцом не более того, потому что Творец это Господь Вседержитель. Он был и есть и будет. Всего вам доброго. До следующих встреч.